Югарчане активно заявляются на конкурс управленцев лидеры России. Жители округа уже отправили более тысячи анкет. К слову, по этому показателю Югра вошла в топ-20 регионов страны и расположилась на 14 строчке рейтинга. Лидерами по количеству заявок выступают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Отмечу, в Уральском федеральном округе Югра замыкает тройку лидеров. Здесь активнее оказались жители Свердловской и Челябинской областей. Главное отличие этого сезона новые треки. В дополнениях к специализациям наука и здравоохранения добавились бизнес и промышленность, государственное управление, культура и информационные технологии, а также студенты и международный блок. На конкурс уже поступило более 100 тысяч заявок. Регистрация завершится 26 апреля в 23.59 по московскому времени на сайте лидерыроссии.рф. Напомню, победители получат по миллиону рублей на образование и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев страны. 24 апреля Нефтьюганск присоединится ко Всероссийскому субботнику по уборке территорий, которые сделаны в рамках программы «Комфортная среда». Это театральный и школьный сквер, скейт-парк и аллея в третьем микрорайоне. Всероссийский субботник инициировал Минстрой, запланированно убрать общественные территории, возведенные в рамках программы формирования комфортной городской среды. Это 8 объектов от театрального сквера до скейт-парка. Помимо этого, департаментом ЖКХ определены еще несколько территорий, которые, так скажем, у нас захламлены отходами после зимы. На сайте будет вывешен список территорий, куда горожане могут присоединиться. Будут привлечены горожане, волонтеры. Больше всего территорий, которые хотят убрать 24 апреля в 11 микрорайоне. Это обочины вдоль транспортной улицы, улицы Центральная до ЦНК, дорога вдоль ГСК Нептяник. Также мусор планируют убрать в 10-м А микрорайоне и в 8-м А на склоне. Рекомендовано убраться на своих территориях и городским предприятиям. Исходить еще из погодных условий. То есть, как бы, посмотрим, как будет погода. А на самом деле, конечно, лучше бы убраться всем 24-го, чтобы к майским праздникам мы уже были готовы и город уже имел, как бы, хороший вид у нас, чистый. Всероссийская акция 24 апреля не отменяет традиционные субботники 21 мая. Общегородской 4 июня по высадке деревьев. Наталья Платонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск». Несколько дней осталось до начала голосования за проекты комфортной городской среды. С 26 апреля жители всей страны начнут выбирать территории, которые будут благоустроены в 2022 году. В Нягоне в список проектов вошли три места, которые возможно обновить и реконструировать. С регистрацией на сайте жителям города будут помогать волонтеры, которые уже прошли обучение. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Нягоне будут работать 57 волонтеров, которые уже прошли онлайн и оффлайн обучение. Один из них Сергей Дьячков. 65-летний старожил заканчивал одну из местных школ, поэтому судьба любимого города ему не безразлична. Мы здесь живем всех в этом городе. Нам хочется, чтобы он был красивым, здоровым, удобным для жителей. Чтобы в городе было комфортно жить и работать, Нягонь стала участником нацпроекта, где жители на единой платформе программы формирования комфортной городской среды будут выбирать те места, которые, на их взгляд, должны подлежать благоустройству. Это территории пятого микрорайона западного и восточного районов города. На информационных точках будет стоять по два волонтера, а в выходные дни на информационной точке у Азис-Плаза будет две смены по два волонтера. И смены будут перекрещиваться между собой. То есть первая смена будет с 13 до 17 часов, а вторая смена с 16 до 20. То есть с 4 до 5 часов вечера будет 4 волонтера на точке. На этой неделе волонтеры получат форму и планшеты, а уже с понедельника будут ждать жителей в двух точках города. В торговом центре Азис-Плаза и в многофункциональном центре. Для того, чтобы помочь нягонцам с регистрацией на сайте. Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая. И от горожан будет зависеть, в каком микрорайоне города в 2022 году появится новый сквер. Елена Куксаус, Евгений Несмеянов, Нягонский телеканал. Специально для телеканала Югра. Югорские волонтеры благоустройства готовы к работе. С 26 апреля добровольцы будут консультировать жителей региона на инфоточках. Югорчанам расскажут, где и как можно выбрать объекты благоустройства. Отмечу, округ вошел в число лидеров по привлечению волонтеров к этому общероссийскому голосованию. В команду добровольцев вступили более тысячи человек. Все волонтеры прошли обучение. Например, эксперты рассказали им, как правильно выстраивать график работы, вести диалог с жителями и избегать конфликтных ситуаций с хейтерами. Добавлю, выбирать объекты благоустройства на 2022 год югорчане будут до 30 мая. Включительно на сайте 86городсреда.ру. Отдать свой голос сможет каждый желающий старше 14 лет. Мы находимся близ дома по адресу Дружба народов 35, где происходит обрушение облицовочной плитки. У меня в руках осколок, он достаточно тяжелый, около полтора килограммов, если вот так на вес определить. ЖЭУ и управляющие компании на данный момент предложили решить проблему тем, что натянули сетки по периметру всего дома. Но проблему это не решает. Обрушение плитки началось более трех лет назад. В 2017 году, еще до установки сеток, Елена Киселева получила травму. Три плиты возле подъезда упали ей на плечи и спину. Хорошо, что не на голову, говорит Елена. Она написала заявление в полицию в адрес ЖЭУ и управляющей компании. Мы написали, что у меня просто ушиб мягких тканей левой стороны спины, и у меня там через два дня вышла сильнейшая гематома. Когда мы с друзьями вернулись сюда, представители ЖЭУ уже приехали, кирпичи уже были убраны. Здесь была натянута какая-то красная ленточка. Мне сказали, пожалуйста, не пишите заявление, потому что мастера уволят. Я им объяснила, что цель не уволить вашего мастера, а цель обезопасить нашу жизнь. Потому что если бы эти кирпичи выпали мне на голову, то здесь бы просто лежал бы трупик. И была бы уже другая история. До сих пор, получается, никаким образом нам дом не ремонтируют. Вот эту сетку нам натянули, но она не всегда спасает. Просим принять меры, чтобы каким-то образом наш дом поставили в ремонт в ускоренном порядке. Однако не все так просто. Капитальный ремонт в разрушающемся доме предусмотрен только в 2029 году. Его сделают раньше, но при условии, что жильцы многоквартирника согласятся на увеличение суммы. Пока средств на счете дома недостаточно. Сейчас посчитали, мы примерно на 6 с лишним тысяч у нас увеличится ежемесячная оплата за капремонт с квартиры. Ну то есть, как бы, понятно, что такие деньги, ну, не по силу нам. И поэтому мы вот, естественно, отказываемся. Мы обращаемся в ЖЭО, управляющую компанию. Пытаемся добиться переноса сроков ремонта, капитального ремонта на более ранний период. Но, возможно, они там что-то и решают, но очень долго это все продолжается. Камни падают. Вот один из проблемных участков дома по адресу Дружба Народов, 35. Здесь натянута сетка. Тут, вы видите, уже скопились обломки, осколки. Они сравнительно небольших размеров. Однако отваливаются и более крупные плитки. Наверху это видно. И потом все это благополучно высыпается отсюда. Вот оно, пожалуйста. И тут тоже идет разрушение, трещины, которые... Вот, вот. Даже не надо прикладывать усилия, пожалуйста. Вот только что отвалившийся кусок, уже идет разрушение кирпича. Жители дома отмечают, что в комнатах, где близ окон и балконов произошло обрушение плитки, стало холоднее. Плюс камни в сетках скапливаются. Убирают их нерегулярно. Вот мы обращались в ЖЭУ. Они нам через какой-то период натянули сетку, которая, к слову сказать, 970 тысяч. Да, по-моему, так вот они нам сказали стоимость. Как вот здесь в документах написано, что они отслеживают, простукивают. На самом деле это все происходит только после наших звонков. Никто тут специально не ходит, ничего не следит. Весь дом покрыт защитной сеткой. Обрушение вот этих частей мы производим очистку. Меры по безопасности приняты. Обрушения продолжаются, но опасности для проходящих граждан не существует. То есть это обрушается только облицовочная плитка. Это не несущие какие-то конструкции. Дом в целом жизнеспособен, аварийным он не является. Также за комментарием по волнующей нас теме мы решили обратиться в филиал Югорского фонда капитального ремонта, чтобы узнать о судьбе дома по адресу Дружба народов 35. Начальника Евгения Миронова на рабочем месте не оказалось. У нас поинтересовались, звонили ли мы ему сегодня. Звонили, но безрезультатно. Трубку никто не поднимает. Ради интереса мы позвонили еще раз при сотрудниках фонда. Телефон в кабинете не зазвонил. Что касается дома, обтянутого сеткой, редакция телеканала Самотлор будет следить за развитием событий, о чем мы вам непременно расскажем, но уже в другом выпуске новостей. Екатерина Королева, Сергей Зайкин, телеканал Самотлор. Югорчан ждут дождливые выходные. По прогнозам синоптиков, в субботу днем в округе будут стоять плюсовые температуры. До плюс 16 по Цельсию. Однако местами пройдут дожди и мокрый снег. При этом ночью обойдется без заморозков. До плюс трех тепла. В воскресенье пройдет небольшой дождь. При этом столбики термометров будут показывать до 20 тепла. Пожароопасный сезон начался в Югре. Спасатели просят жителей региона строго соблюдать правила безопасности и повременить с пикниками. Категорически запрещается разводить костры в лесу и сжигать сухую траву. Напоминает пресс-служба окружного МЧС. Нарушителей могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. Так в Югре уже нашли двух поджигателей. Они заплатят штрафы за пал травы в Кандинском районе. Сейчас специалисты проводят профилактическую работу, выходят в рейды, раздают памятки с правилами пожарной безопасности. Добавлю, штраф за поджог сухой травы или мусора для физических лиц составляет от двух до трех тысяч рублей. Должностные и юридические лица заплатят в разы больше. Стало известно, когда в Югорске отключат отопление. Если в течение пяти дней температура воздуха продержится плюс 8 градусов по Цельсию, одновременно с этим начнется подготовка к следующей зиме. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компанией города уже планируют, что должны сделать за теплое время года. В этом году зима была сурова. Несмотря на то, что с декабря по март держались 40-градусные морозы, аварий на теплосетях было немного, но и с теми порывами, которые случались, коммунальщики справлялись своевременно. Чтобы в домах югорчан было тепло и комфортно и следующую зиму, подготовительные работы начнутся уже меньше, чем через две недели. Сразу говорю, что у нас в следующий 2021-2022 год будет не менее проблемный. Я думаю, что с нашим износным оборудованием, наверное, более проблематично. Но я при всем хочу сказать, что энергогаз совместно с вашими предприятиями проводит большой объем работы, который пройдет в весенний и обедний период. Почему? Потому что 1 сентября далеко мы не заглядывали, она совсем близко, и не успеем мы пару раз морозить обеими глазами, наступит отопительный сезон. Так, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду уже сейчас составлены предварительные планы и графики промывки системы отопления в жилых домах. В том числе планируется провести ревизию запорной арматуры. Это необходимый комплекс мер профилактики засора внутренних полостей труб. Как отмечают в управляющих компаниях, при проведении этих работ возникают и трудности в связи с тем, что в некоторые квартиры нет доступа. Очень много на 10-м, на 8-м микрорайоне просто пустующих квартир. К сожалению, система построена таким образом, что воздух, верхняя точка, это пятый этаж. Мы не просим спускать, допустим, воздух из системы отопления. Просто позвоните, мы придем, если вам это сложно. Просто дайте доступ. К сожалению, мы лишь обслуживаем то, что есть. Не придумала еще, наверное, мир такого, чтобы воздух где-то останавливался ниже верхней точки. Отмечу, что в этом году планируется проведение ремонтных и профилактических работ. Будут непродолжительные отключения подачи горячей воды. Оповещать югорчан будут заблаговременно. Максимальная длительность отключения составляет 14 дней. Коммунальщики просят отнестись к этому с пониманием. Профработы позволят подготовиться к осенне-зимнему периоду. И самое главное, избежать неприятных ситуаций зимой. Екатерина Козлова, Михаил Зевахин, Югорск ТВ. Весна уверена продолжать вступать в свои права. А вместе с этим последствия аномальных снегопадов в феврале и в марте прибавили хлопот администрации Таежного. Как рассказали жители поселения, без подтопления не обошлось. Однако, благодаря оперативным противопаводковым мероприятиям удалось избежать критических ситуаций. Такой же положительный результат достигнут и с уборкой общественных территорий. У нас нынче первый раз затопило. Никогда такого не было. Было очень страшно смотреть. Вода на глазах прибывала. Мы обратились в администрацию. У нас машина приехала, нас отогрели и все, в течение часа вода отошла. В этом году снега было у нас очень много. Но мы, как говорится, совместно с администрацией, с жителями справились с этой проблемой. Мусор убирается у нас три раза в неделю. Очень даже хорошо. И практически проблем, с моей точки зрения, у нас поселений нет по поводу уборки территорий. На достигнутом в Таежном не останавливаются. Продолжаются работы по водоотведению на участках, где сточные каналы пока остаются перемерзшими. Как отметил глава поселения, эти работы находятся в стадии заключительного аккорда. На сегодняшний день администрации городского поселения Таежный проведены большие мероприятия по очистке канав, водосточных канав. В первую очередь исходили из обращений жителей. Старались сгладить наиболее острые, так скажем, вопросы. И по большинству ситуаций нам это удалось. Успешно справляется с последствиями снежной зимы и в Алябьевском. На постоянном контроле администрации поселения и ситуация с подтоплениями. У нас на территории поселения были подтопляемые территории. Те, которые несколько лет у нас не топило. Были такие случаи. Надо отметить, что обращения граждан у нас отрабатывались. Использовали все средства. У нас есть мотопомпа, которую мы приобрели в 2020 году. Мы пользовались услугами АСМашина. Заключали договор с индивидуальным предпринимателем. Такие мероприятия были приведены. Следующим этапом приведения в порядок улиц и дворовых территорий в Алябьевском станет общепоселковый субботник. В нем примут участие как работники организаций и учреждений, так и все желающие. Игорь Скворцов, Иван Лободин. Телеканал Первый Советский. Специально для телекомпании Югра. Еще 71 югорчанин победил коронавирус. Так от ковида в регионе выздоровело уже более 54 тысяч человек. При этом за сутки специалисты зарегистрировали 69 новых случаев. Заболевшие есть в 15 муниципалитетах. Больше всего положительных тестов в Сургуте. Здесь лабораторно подтвердили 13 заразившихся. В Ханты-Мансийске 12, в Нижневартовске 9, в Нягоне 8, в Урае 7 заболевших. В Октябрьском районе 4 новых случая, в Ханты-Мансийском 3 заболевших. В Когалыме, Мегионе, а также в Сургутском и Нефтьюганском, и Нижневартовском районах по 2 положительных теста. В Нефтьюганске, Советском и Кандинском районах по 1 заразившемуся жителю. Под наблюдением медиков находится больше 8 тысяч человек. Коэффициент распространения инфекции на сотую выше единицы. Состояние 36 пациентов врачи оценивают как тяжелое. 20 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За время перерыва очередь из желающих защитить себя от коронавируса в Покачах достигла почти полутора тысяч человек. Запись производилась как через портал госуслуги, так и в регистратуре. Теперь это число стремительно сокращается. Городская больница получила вторую вакцину Epivac Corona 400 доз, одна компонентная. На сегодняшний день привито этой вакциной 140 человек. Зарегистрировано через госуслуги и через телефон в регистратуре 1247 человек. На этот раз в город поступил препарат Epivac Corona. Он разработан в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. В данной вакцине нет консервантов и антибиотиков. Вводится он дважды внутримышечно. Интервал между этапами 2-3 недели. От спутника ВИ она отличается более простыми условиями хранения. Вакцина спутник ВИ поставлялся в ампулах, рассчитанных на 5 пациентов. Поэтому их приходилось вакцинировать группами. А вакцина Epivac Corona – одна ампула, один пациент. Это очень удобно. Врачи рекомендуют привиться людям из группы риска, пожилым и лицам с хроническими заболеваниями. А те, кто переболел, особенно в тяжелой форме и сохранил высокий титр антител, вполне могут подождать с вакцинации до следующего эпидемического сезона. Все же в каждом конкретном случае решение должен принимать врач. Он оценит состояние иммунитета и возможные риски у конкретного пациента и поможет ему принять решение о необходимости введения препарата. Разработчики Epivac Corona предполагают, что противодействие будет держаться не менее полугода. Соответственно, потребуется ревакцинация через 6-10 месяцев. А в дальнейшем проходить повторные процедуры можно будет раз в три года. Житель Сургута за вредные привычки поплатится свободой. 4,5 года мужчина проведет в тюрьме. Такой приговор вынес Лангипаски городской суд. Дело в том, что в 2015 году Сургутянин привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение. Спустя три года он вновь повалился полицейским, пьяным, за рулем. Тогда наказание было условным, однако наличие судимости и отсутствие водительского удостоверения не остановили мужчину. Его машину госавтоинспекторы вновь задержали, но уже в Лангипасе. Сургутянин вновь был под шофе. Теперь автолюбитель проведет в тюрьме 4,5 года. В Югре стартовали игры финального тура окружного первенства по хоккею среди детских команд спортивных учреждений сезона 2020-2021. В Ледовом дворце Советского за главную награду турнира с 21 по 23 апреля будут бороться советские медведи, югорские викинги, Сибирь из Лангипаса и Филин из Нижневартовска. Советский район – территория хоккея. Сегодня это в полной мере подтверждает тот факт, что уже не первый год Ледовый дворец спорткомплекса «Олимп» становится желанной площадкой для организации и проведения хоккейных турниров не только местного, но и окружного значения. Соревнования такого уровня для нас важны, проведения в нашем районе. Все требования, которые для нас были поставлены, мы их выполнили. На сегодняшний день мы используем всю мощность нашего Ледового дворца. На сегодняшний день он соответствует всем требованиям безопасности и комфорта для команд, которые приезжают к нам в гости. Финальная серия турнира для советских «Медведей» началась с поединка против команды «Сибирь» из Лангипаса. Оба соперника с первых минут заиграли в атакующем стиле. Однако советчане, умело использовав ошибки в обороне «Сибири», уже на шестой минуте открыли счет матча. А к концу первого периода «Медведи» увеличили его уже до пяти заброшенных шайб. Во второй и третьей периоды «Сибирь» была вынуждена только отыгрываться. А вот «Медведи» методично продолжали увеличивать разрыв в счете. По мнению тренера «Совичан», команде пригодился ценный опыт отборочного тура. После отборочных игр с ребятами посмотрели все ошибки свои, отработали на тренировках эти ошибки. Поэтому сейчас готовы к играм. Игры такое дело, что можно так сыграть, можно так. Ну, свели все ошибки к минимуму. Ребята готовы физически, технически. Игра покажет. Итог первой игры «Советских медведей» победа со счетом 10-5. Таким результатом особенно остались довольны болельщики нашей сборной. По их мнению, команда от соревнования к соревнованию играет все ярче и динамичней. Конечно. Очень даже. Молодцы парни. Всегда игра идет напряженная. Очень такая прям держит. Эмоции всегда зашкаливают. Да, скажем так. Голы, игра сама по себе. И, во-первых, еще когда дети играют, очень интересно. Еще когда твой ребенок играет, вдвойне интересней. Как показали результаты отборочного тура, наши соперники из числа достаточно сильных команд. А значит, предстоящие матчи обещают быть особенно интересными для болельщиков. Игорь Скворцов, Александр Ахрамович, Юрий Петров. Телеканал «Первый Советский». Специально для телекомпании «Югра». Ее привезли на легендарной машине о лицетворении той победы, что ковали на фронтах и в тылу. Почетный караул из волонтеров, внимание и уважение. Так встречали именинницу. Валентина Федоровна признается, пока ехала по городу, в очередной раз восхищалась изменениями. Когда началась война, школьница Валя работала в тылу. Как только исполнилось 16, она добровольцем пошла на фронт. Служила в Мелитопольском госпитале, а после войны восстанавливала страну от разрухи. У Валентины Федоровны двое детей, пять внуков, семь правнуков и одна праправнучка. Для каждого из них их мама и бабушка – пример во всем. Меня отчего научила. В любой ситуации, естественно, бывают разные жизненные трудности и так далее, разные жизненные этапы. Всегда сохранять позитив. Она всегда является центром внимания, центром. Развитие событий. Она очень веселая, очень яркая, позитивная личность. Мы, естественно, равняемся, гордимся. Гордиться и быть благодарными ветеранам войны. Об этом просила молодежь Эка Шенгилая, руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Давайте хранить историю сегодня, беречь наших ветеранов сегодня и оказывать помощь любому человеку пожилого возраста, тем более, если он имеет хоть какое-то отношение к Великой Отечественной войне. 95-летие. Валентина Федоровна встретила в кругу большой уральской семьи и уже готовится к еще одной значимой дате – годовщине Великой Победы. Елена Шемшаева, Александр Кашкин. Специально для новостей.